Microsoft как компания чуть ли не с самого начала существования привычной нами всемирной паутины имеет свои интернет-сервисы, официальный сайт, интернет-магазин и тому подобное. В 1995 году с выпуском Windows 95 компания презентовала The Microsoft Network, сервис по выходу в интернет через Dial-Up, работающий по стей день. Microsoft Internet Start, с годами превратившийся в MSN. Позднее появился Windows Messenger, Xbox Live и Games for Windows Live. В целом сам бренд Windows Live и куча связанных с ним сервисов, блок-платформы, социальные инструменты, даже онлайн-офис, поисковик Bing и много-много чего еще. Сейчас этим уже давным-давно никого не удивить. Камон, большинство компаний имеет свой сайт, а более огромные игроки – своего рода экосистемы. Windows в этом плане, конечно же, не исключение. Годами ранее компания презентует общественности очередной сервис, причем необычный. Windows по подписке. В этом видео мы разберемся, что это такое и с чем это едят. Очередной нердный ролик, но надеюсь, он вам понравится. Откуда вообще этот проект появился? Каким образом появился ISO-образ данной системы и где его можно добыть? Июль 2021 года. Windows 11 была официально представлена меньше полумесяца назад. Я был более молод, а компания представила сервис Windows 365. Это отдельный компьютер в облаке по подписке. Подписка доступна только корпоративным пользователям. Да и цель сервиса соответствующая – обеспечить удобный и безопасный гибридный формат работы для компаний. Две системы на выбор – Windows 10 и Windows 11. К облачному ПК можно получить доступ через браузер или с помощью приложения Microsoft Remote Desktop. Цена подписки начинается от 31 до 66 долларов в месяц. В 2023 году вышло одноименное приложение, а годом позже презентуется миру физическое устройство для подключения к облачному ПК. Windows 365 Link с ценником в 349 долларов. Устройство работает на специальной версии Windows 11 и, как уже несложно догадаться, требует постоянного подключения к интернету. Позднее, каким-то образом, в интернет попадает полноценный установочный образ, именующий себя как Windows CPC. К слову, интереса ради, прошерстив социальные сети, я нашел образ той же системы, выложенной 9 апреля 2025 года. Скачать его можно совершенно беспрепятственно, прикиньте? Процесс установки ничем не отличается от современной Windows 11. Присутствует новая стандартная программа установки, но без лицензионного соглашения. На его месте там просто заглушка. Также примечательен тот факт, что здесь присутствует только одна редакция – Windows WNC. Установка проходит очень быстро, прям как подписка на мой канал. Присоединяйтесь и не пропускайте новый интересный контент. Мы всегда рады новым людям, ведь вместе всегда интереснее. С уважением и большое спасибо за подписку на канал. Пока я тут распинался о напоминании, наша система уже ушла в перезагрузку. Установка устройств тут происходит молниеносно, после чего нас встречает первоначальная настройка, и она просит нас… подключиться к Wi-Fi. Да, именно, и только к Wi-Fi, ни к чему больше. ООБЕ полностью игнорирует наличие у нас установленного Ethernet кабеля. Центр уведомлений выглядит вот таким образом. Wi-Fi, специальные возможности, громкость, язык системы и масштаб экрана. Язык, на удивление, меняется сразу после выбора. На двух виртуальных машинах так и не удалось пробраться дальше этапа с Wi-Fi, хотя по скриншотам из других источников видно, что требуется аккаунт Microsoft. Эта операционка, как уже говорилось ранее, присутствует на компьютерах Windows 365 Link. Они сами по себе миниатюрные. По технической составляющей не сильно мощные в плане CPU, но имеют 8 гигабайт АЗУ и 64 гигабайта накопителя. У меня самого такого устройства не имеется, да и, честно говоря, не очень хотел бы такое во владении. Просто коробочка без возможности накатить пока что полноценную одиннадцатую, из-за которой нужно оплачивать подписку. Если в качестве сувенира на полку, то why not? Хотя и так дороговато. Теперь настал момент покопаться во внутренностях всего чуда. Всё, как я люблю. Первоначальная настройка, на удивление, имеет более сглаженный дизайн, чем в полноценной одиннадцатой. И вообще, это полностью отдельное приложение. NXT Setup. Обычного OBE здесь нет. Несмотря на факт работы экранной клавиатуры, экранной лупы и прочих специальных возможностей, основанных на Win32, здесь он урезан чуть ли не до нуля. Папки здесь в большинстве своём пусты. Панели управления нет. Блокнота тоже. Редактора, реестр и вообще любой какой-либо базовый Win32 утилиты тоже нет. Если что-то находится в System32, то оно с вероятностью 99% не запускается. Создать отдельный аккаунт тоже невозможно. Нам выплёвывают Access Denied. Запустить стороннюю программу кое-как можно, но будет очень больно. Изначально тут системный аккаунт с ограниченными правами, и при попытке установить что-нибудь этакое, нам скажут про необходимость запуска от имени администратора. Покопавшись чуть-ка лучше, мне всё-таки удалось запустить какие-либо простенькие приложения. Сапёр, косынка, блокнот и файловый менеджер из Вайна. Windows API здесь, кажется, действительно очень ограничен. Редактировать реестр не получается, выдаёт ошибку доступа. Терминал по стандарту оформлен зелёным цветом шрифта, а Alt-Tab ограничен. Сам факт переключения есть, но плашки со списком открытых окон нет. Зато выключение и запуск происходит моментально. Функции восстановления здесь присутствуют, но большинство из них тоже не работает. В безопасный режим заходить бесполезно. Синий экран. И бонусом покажу ещё один забавный момент. ОС вообще не понимает компакт-диски. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль. Ужас и отчаяние, которое я испытал. Наш выпуск ограничивается не только показом этого обрубка, Момент взять планку повыше. У нас имеется подписка на Windows 365. И прямо сейчас мы ознакомимся, что это из себя представляет на самом деле. Первым делом наша работа начинается с сайта windows365.microsoft.com и главной страницей со списком наших облачных ПК. Здесь можно подключиться к облачному компьютеру или скачать приложение для улучшения качества жизни. Так как мы приобрели подписку буквально несколько минут назад, то нужно ждать окончания настройки. Также нас заставили подключить двухэтапку, ведь мы организация, а такое там обязательно. После завершения настройки мы можем подключаться. Во время подключения покажется окно со списком устройств, которые мы можем пробросить на эту чудо-машину. Также можно поставить дополнительную раскладку, больший DPI и неожиданно включить поддержку 3D. Браузер переходит в полный экран и начинается вход в наш ПК. Первое впечатление нам оставило очень хорошее напоминание о существовании такого протокола, как RDP. Наше устройство на облачной тяге содержит процессор AMD EPYC, 256 точек касания сенсорного экрана и 4 гигабайта ОЗУ. Последнее это уже по тарифу. Имеется по факту Windows 11 Enterprise с привязанным туда аккаунтом нашей организации. Потратив около 40 минут и 35 евро, мы пришли к выводу, что нам дают полноценную ОС без активированного офиса. Надо входить в аккаунт с подпиской, хотя за такую сумму, наверное, можно было бы и предоставить. С возможностью запускать Win32 приложения по типу VLC, 7-Zip и Total Commander. Даже WinX Shell работает. По групповым политикам буквально всё чисто, мы ожидали ограничений и куда более худшей ситуации, но в итоге ограничений нет. Очевидно, что сервера, на которых держится весь сервис, принадлежат Microsoft Azure, и они выдают дуреющий от прикормки скорости. Кроме всего этого, кстати, присутствует виртуальный сетевой диск с папками Uploads и Downloads. В первую мы можем загружать файлы через интерфейс в браузере, а во второй мы можем закинуть любой файл из машины и нам предложат его скачать к себе на локальный ПК. А напоследок покажу один интересный лайфхак. Эту машину можно сломать за 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Всё, мы больше не подключимся. Microsoft всё-таки нужно ввести некоторые ограничения. Когда мы показали всё плюс-минус базовое и возможное, настало время порассуждать. Есть ли в этом смысл? Фактически нам дают буквально чистую операционку, где даже муха не сидела. Хотя, считаю, такой сервис вряд ли найдёт применение и ажиотаж. В СНГ и подавно. Если GeForce Now выстрелил среди пользователей как сервис облачного гейминга и имел сильную востребованность по своей категории, то здесь... мне сложно сказать. Да и покупать за 349 долларов клиентское устройство и платить за тариф раз в месяц? Учитывая, что это для организации... наверное... может быть. Тут имеет смысл. По факту, это своего рода дедик с RDP, да и компании, вероятно, будет выгоднее поднять что-то своё и раздать его своим сотрудникам. С другой стороны, стоит понимать и помнить, что каждый сервис всегда находит потребителя. Мертворождённый ли это продукт? Не могу точно сказать. Потенциал виднеется. Вариантов применения достаточно. Для ленивых сисадминов и лиц, которые не осведомлены с IT должным образом. Будет чудом, если проект проживёт ещё лет 10. Ну, вы поняли, да? А что вы думаете об этом? Милости прошу в комментарии. На этом пока что всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам интересен контент на канале. Не пропускайте новые видео. Напоминаю, вместе всегда интереснее. Огромнейшее всем спасибо за просмотр. И спасибо людям, поддержавшим канал. До новых встреч! Дорогие друзья!